Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Круговорот Дача Огород. Рад приветствовать гостей и подписчиков моего канала. Сегодня, друзья, мы будем сеть вместе с вами вот такой прекрасный цветок, как Газанья. Мы купили Газанью два сорта. Это Газанья Кис и Газанья Нью Дэй. Взяли вот такую вот смесь окрасок. Здесь она и однотонная будет, оранжевая, желтая, а также двухцветная, с такими темными прожилками. Посмотрите, как здесь вот взяли один такой вот, такую расцветочку оранжево-желтого цвета. Посмотрите, какая красота будет в весеннее, летнее, осеннее время. Вообще Газанья цветет с весны до морозов, друзья. И мы сегодня будем сеять как покупные семена, так же и семена, которые мы собрали самостоятельно с Газанья, со своей, которая цвела у нас все лето на протяжении всей осени на даче. Если правильно собрать семена, в принципе, Газанья повторяет свои материнские качества. Такая же получается высота и точно такая же расцветка. Мы уже это проверяли и плюс ко всему, получается бесплатные семена, друзья. Но мы будем сегодня сеять двумя способами. И я объясню, как именно правильно посеять семена Газанья, чтобы они 100% каждая семечка проросла. Ведь вы знаете, как насколько семена сейчас дорожают каждый год. Прям идут в гору. Цена постоянно растет. Бывает даже на 100%. Вот мы в том году брали по одной цене, а в этом году уже немножко, но подорожали семена. И вот чтобы из 100 семечек, все 100 семечек проросли и появились сходы, я вам посоветую один хороший способ. Каждый год я сею именно так. И от этого способа посева никогда не откажусь. Раньше, когда мы только начинали заниматься, когда начинали выращивать Газанью, у нас были, знаете как, потери всходов. Вот вроде бы, казалось бы, всходит Газанья, вроде все хорошо. А потом бац, или черноножка косит. Или вот, например, в середине, допустим, бывает увлажненная почва, и из-за этого всходы просто падали на глазах. И мы ничего не могли сделать с этим. А сегодня я подскажу вам так, чтобы ваше Газанья полностью до пикировки оставалось хорошо развитое, не падало, чтобы вы не теряли всходов. Еще бывает, многие пишут из вас, друзья, в комментариях. Вот мы прям над ними вот боимся даже дышать или поливать боимся. Вот это одна большая причина, когда присыпается Газанья. Газанья присыпается, например, тонким слоем почвы. Вот эта почва, она может просто, если будет влажная, в этот молоденький стебель влага зайти. И тут же автоматически растения падают один за одним. Их как бы косит эта излишняя влага, которая заходит в стебель молодого неокрепшего растения. А здесь поверхностный посев, друзья, когда мы поверхностно сеем газанья, мы избегаем этих причин. Сразу избегаем. Стебель у нас находится постоянно открытый, проветривание хорошее, стебель сухой. А вот корневая система, она самостоятельно там в глубине ищет ту необходимую влажность. Еще хотел бы сказать, друзья, конечно, мы сеем специально в обычную покупную землю, которая продается. Она воздухо-влагопроницаемая, вот такая вот. Единственное, добавляем, конечно, песочку немножко, хотя бы 15-ю, 20-ю часть. Совсем немножко песка перемешали. Это будет еще лучше для того, чтобы влага при поливе, вода уходила в нижние слои почвы. Это тоже важно. Ну и плюс ко всему дренирует саму почву. Также можно вот, например, если вы крупные семена сеете, можно немножко добавить перлиты или вермикулита. То же самое во избежание того, чтобы излишняя влага уходила благодаря вот этим гранулам. Потому что гранула забирает излишнюю влагу и постепенно, когда надо, отдает. То есть быстрого пересыкания не будет. Ну а сейчас самое главное, друзья, перед тем, как сеять, нужно обязательно пролить почву. Можно теплой водой с добавлением марганца, то есть обеззаразить почву. Пролили, через полчаса можно приступать к посеву. Также можно старинным способом пролить это горячей водой. Проливаете из кружечки аккуратно, даете грунту остыть, впитаться и после этого, как только грунт остыл, впитался, можно начинать сеять. Друзья, ну вот здесь еще хотел бы сказать, что обязательно сейте газанию. Вот сегодня у нас какое? 12 января. Можно сказать середина месяца. Мы сеем газанию в первый раз в этом году. Первый раз мы будем сеять в середине января. Вы также посеете ее, можете сейчас посеять, можете в конце января. В любом случае для газания нужно где-то примерно 4 месяца, чтобы кустик хорошо набрал корневую систему, зеленую массу и чтобы выдал уже несколько бутонов. А в дальнейшем газание цветет, растет просто на ура. Там цветы очень красивые, яркие, открываются утром или в пасмурную погоду. Даже если погода теплая, то они открываются, а вечером закрывается вся эта красота. Друзья, еще в дальнейшем, конечно, хотел бы сказать, не затягивайте, например, с пикировкой или с перевалкой своей газания, если вы вдруг по каким-то причинам уже посеяли газание. Вот как только у газания появляется два молоденьких настоящих листика, только показываются, сразу подкапывайте и пересаживайте. В стаканчик можно выбрать 200-300 грамм. Не надо ждать, пока эти листики вытянутся. Благодаря тому, что вы быстро, моментально пересадите в маленьком состоянии, то тогда газание сразу пойдет хорошо расти и развиваться. Легче примется, легче будет происходить развитие. Друзья, ну а теперь давайте начнем. Мы берем здесь 100 семечек, здесь 100 семечек. Ну, наверное, выберем вот такую вот однотонную газанию, то есть одного цвета, желто-оранжевую. Такими темными прожилками, посмотрите. Очень красивая. Сейчас подвину лампочку и мы начнем сеять. Ну, красота необыкновенная, конечно. Высыпаем тарелочку и начинаем сеять. Вот, посмотрите, какие семена у газания. Такие серого цвета. Достаточно такие пузатенькие. И мы начинаем сеять поверхностно. Бывают они гранулированные, а бывают и не гранулированные. Это не имеет значения. Конечно, гранулированные семена легче сеять. Но мы начнем сеять все-таки. Вот у нас попались обычные серые семена. И мы их посеем поверхностно. Берем обычную спичку, зубочистку и по одной раскладываем. А потом немножко углубляем эти семена. Даем, это делается для того, чтобы корневая система моментально начала уходить в углубление. Чтобы она не валялась наверху, например. А чтобы сразу уходила корневая система и сами всходы появлялись дружно, равномерно и так далее. А вот эти семена, которые собрали, видите, они такие вот мохнатые, как пух. Мы их обязательно будем присыпать тонким слоем, где-то полсантиметра. Мы разложим также в хаотичном порядке, вот здесь вот. И присыпем этой же покупной землей. Она немножко влажная, как и продается она, такого влажного характера. И мы присыпем семена. При температуре 25 градусов тепла газание, уже вот это присыпанное, будет сходить уже на пятый-шестой день. А не присыпанное, уже на третий день появятся всходы. Мы эти всходы увидим, я обязательно сделаю обзор. Ну а сейчас, друзья, начинаем. Ну вот, друзья, берем зубочистку, любую палочку с таким вот острым наконечником, можно спичкой работать. И также мочим спичку, например, и по одной семечке, по одной, по две захватываем. Расстояние делаем где-то полтора-два сантиметра. Но перед этим лучше всего сделать бороздки, такие грядочки, как и для петуни. Чтобы потом, впоследствии, сомкнуть их. И благодаря бороздкам, растения наши, молодые всходы, будут крепче, лучше держаться там. Не будут валяться, а будут прям как солдатики стоять. Все, мы здесь провели почву, все, почва готова. И начинаем вот так вот. Любым карандашом, или любым таким гладким предметом, делаем вот такие вот углубления. Ну, они примерно где-то 3-4 миллиметра. А между рядами делаем где-то 2 сантиметра. Все, мы это сделали, все эти бороздки. Вот, например, 5-6 бороздок будет в этом контейнере. И начинаем сеять. Если у вас мало семян, допустим, прям чуть-чуть, можно использовать такие контейнеры. Мы делаем самостоятельно отверстия, для того, чтобы корневая система дышала, лишняя влага уходила. Тоже удобные контейнеры. После этого, конечно, как и петунью, как и любые цветы, мы накрываем. Или пакетом, или, например, стеклом можно накрывать. Для того, чтобы создать микроклимат. Друзья, кому понравится ролик, станет полезным, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Самое главное, посеете этот цветок. Он обязательно у вас прорастет. В любом случае. Но я в этом моменте вам хочу посоветовать, что вот этот способ, он абсолютно хорошо работает. Во-первых, мы не засыпаем семена, не присыпаем. Бывает, от того, что мы присыпаем семена, какая-то часть не всходит. И мы уже теряем сходы. Вот, что еще хотел бы сказать. А потом, мы можем в процессе еще потерять те всходы, которые взойдут. Она бывает, знаете, как щеткой всходит и щеткой падает. Вот, чтобы этого избежать, чтобы в дальнейшем у вас получилось максимальное количество растений. Для этого мы это, в принципе, и вам советуем. Стопроцентный метод. Мочим вот так вот спичку или зубочистку. И захватываем по одной. Здесь, конечно, лучше всего хорошее иметь освещение. И вот так по одной захватываем. Ее видно, серенькая такая вот семечка. Раскладываем по одной. Вот, расстояние примерно полтора-два сантиметра. Если у вас, допустим, 10 семечек, то большого труда это, в принципе, не займет. Друзья, ну а теперь самое главное, эту семечку немножко заглубить. Как это правильно сделать? Для чего мы это делаем? Друзья, для того, чтобы корневая система сразу уходила у всходов сразу в глубину. Для этого этой же зубочисткой, острой, прям рядом с вот этой семечкой, делаем вот такое небольшое углубление. И сюда ее направляем. Вот так направляем. Можно боком ложить, просто вот так. Самое главное, чтобы она вон туда в глубину ушла. Сразу, самостоятельно. Углубляем и чуть-чуть вот туда ее ставим. Над каждой семечкой делаем отверстие и туда ее ложим боком, как хотите. Она сама развернется в этом положении. Почему мы так делаем? Мы ускоряем этот процесс, улучшаем, чтобы они стояли в сходах, как солдатики. Главное, чтобы не кверху она стояла, а именно боком лежала. Чтобы кверх ногами ее не поставить. Сама семечка сама развернется. Все, мы как бы в лузу их ложим и все будет отлично, поверьте. Почему мы это делаем? Потому что бывает сильно грубый грунт, когда мы проливаем, и семечка может не укорениться. Когда момент прорастания наступит, и семечка будет долго валяться, долго пробивать. Или может какой-то камушек попасться, или какая-то преграда. Вот для этих целей мы делаем углубление над каждой семечкой. Теперь снова мочим зубочистку, лишнюю влагу убираем и по одной захватываем. Вот так вот ложим второй ряд, кладем семечку, и все. А потом просто ее также в лузу устанавливаем. Такая, друзья, ювелирная работа, но она потом зато даст свои, как говорится, плоды. Мы увидим уже через неделю, как вот эти вот семена прорастут, и будет просто лес стоять. Вот, теперь я ваше время не буду задерживать. Я накрываю, ну как только досею, накрою обычной крышкой. Самое главное, чтобы она была светлая крышка, чтобы просвечивалась. Можно укрыть стеклом или накрыть пакетом. И убираем в самое теплое место, это где-нибудь над батареей, неподалеку, чтобы тепло все-таки было. Рядом с теплом лучше прорастут семена и быстрее. А теперь я свои семена, друзья, посею. Я свои семена очень быстро сею, потому что я за них, в принципе, не держусь. Какие взойдут, такие взойдут, в принципе. Потому что по-другому мы их не сможем посеять. Распределяем, друзья, вот так равномерно семена, вместе с пушком, с таким, и присыпаем обязательно 0,5 сантиметров. Все, посеяли, распределили. Можно чуть даже побольше. Это наши семена, мы их не покупали. Попытались собрать, и у нас, в принципе, они каждый год всходят. Потому что мы стараемся, чтобы семена созрели на кусту. Теперь берем землю, на середину ложим, такой вот кулачок земли, и распределяем равномерно. Сильно не надо заглублять. А вот слегка 3-4 миллиметра, можно 5. Больше не надо. Все. И то же самое, друзья, вот такой крышкой накрываем, крышечкой сверху, сейчас один момент. Вот, друзья, теперь закрываем крышкой такой вот, делаем такой микроклимат. И дальнейшее развитие я, конечно, с вами буду делиться, как, чем поливать, чем кормить, как пересаживать, что лучше для нее, какие условия создать. Потому что очень важно. Сразу в одном ролике я, конечно, не смогу вам все объяснить, потому что это нужно объяснять наглядно, на примере, на кусту, как за ним ухаживать и чем подкальнивать. Единственное, я хочу сказать, что азотистые удобрения вообще практически исключите. Потому что может так произойти, что газание начнет жировать, и из-за этого просто не будет даже цвести. Зеленая масса будет большая, возможно, даже перетянется растение, будет высокая зеленая масса. Вот, чтобы этих причин, вот этих вот проблем избежать, чтобы все-таки газа не отцвела и была определенного роста, крепкие кусты были и цвели, то тогда азотом крайне редко поливаете. Есть такие удобрения, знаете, как азофоска или комплексное удобрение, где в равных частях азот, фосфор, калий, например, по 20% или по 18%, то тогда нужно половину дозировку делать, не 20 грамм на 10 литров воды, а 10 грамм. Просто уменьшайте наполовину, чтобы азота было как можно меньше в этой подкормке. И, конечно, не часто ее кормите, потому что сама газание, она даже на бедных почвах хорошо растет и цветет. Не любит, когда вот кустики жируют. Так что я надеюсь, все будет у вас хорошо, сейте, у вас все получится, будут такие прекрасные, классные цветы. Желаю вам успехов, пока!